Если можно, два вопроса. Один по поводу молитвы. Вот скажите, в Ваших книгах написано о том, что нам нужно стремиться к бескорыстной любви и молиться о всех и во всех. В православии мы молимся часто, просим Бога о помощи себе, допустим. Это хорошо, если Вы просите у Бога духовной заботы. Все остальное нечего просить, потому что если Вы достойны, Он дает сразу это. Но если Вы не достойны, зачем Вам это давать, это Вам только испортит жизнь. Поэтому зачем это просить тогда? Если Вы достойны, Он тут же дает. А если Вы не достойны, то тогда дав Вам это, Вы получаете себе хуже. Проклятье. Человек сразу портится, когда ему дать больше, чем положено. Поэтому лучше всего просить духовного знания у Бога и делать добрые дела. Чем больше Вы будете делать добрых дел, тем больше Вы будете получать жизнь. А влияет ли то, что если мужчина ходит в церковь? Мужчинам тяжело на Бога настроиться. Это отдельная беседа. То есть мужчине очень трудно вообще переключить свою жизнь на что-то. Женщина быстрее это делает. Поэтому если женщина достаточно духовно развита, то ее судьба дает ей возможность и мужа подключить к духовной жизни. Но мужчина всегда медленно подключается к духовному развитию. Медленнее, чем женщина. Если он еще не ходит туда, ничего не значит. Если он Вам позволяет ходить, это уже значит, что он тоже верит. Еще вопрос. Когда катастрофически не хватает энергии, допустим, на работе ты полностью освещен, на семье у тебя нет уже энергии. Это тоже отсутствие связи с природой получается? Не так. Понимаете, как бы... Женщина должна больше семье сил отдавать, чем работе. Если она много работе сил отдает, значит или в семье не хватает духовной жизни, и значит не хватает разума, чтобы зарабатывать больше. Муж, мужчина должен зарабатывать достаточно, а женщина может чуть-чуть зарабатывать и больше уделять времени семье и духовной жизни. Еще скажите, как Вы относитесь к искусственному готовому куринию? Нормально. Как я могу относиться к нему? Если появляется ребенок на свет, слава Богу, разве это плохо, что ребенок появляется на свет? Не бывает искусственного благотворения. Попробуйте вырастить ребенка. Можете вырастить ребенка? Оплодотворяет всегда только Бог. Если Бог дает возможность зачать ребенка, значит, Он решил, что так надо. Хоть это искусственно вы пробуете сделать, хоть естественно, все равно вы не можете его вырастить и зачать. Это Бог решает, будет зачать ребенок или нет. Потому что зачатие означает, что Божественная сила входит в яйцеклетку вместе с пермитозоидом. Туда же входит душа в это время. И там начинается развитие. Если Бог туда не войдет, как будет зачатие? Еще один вопрос. Вы вчера говорили, что если у вас какая-то существует проблема, вы не должны просить Бога себе это, а молиться о других, чтобы у них это было. Но также в лекциях своих вы говорите, что нужно все равно молиться об этом, просить и для себя так же. На самом деле, как нужно молиться? Нужно понять, что не нужно со счетов складывать, что у тебя есть проблемы. Но когда ты служишь другим людям, твоя проблема постепенно тает, а ты за этим наблюдаешь. Если ты служишь непосредственно своей проблеме, она таять не будет, потому что Богу это не нравится. Человек должен думать о других, но он должен помнить, наблюдать за тем, что у него происходит. Допустим, девушка не может выйти замуж. Она должна наблюдать. Она служит другим, у нее больше уверенности в себе появляется по поводу своего замужества, меньше чувства, что она будет одинокая или нет. Если это чувство остается, значит, она недостаточно отдает себя другим. Нужно больше служить, больше служения в жизни. Тогда чувство одиночества начнет таять. Но если женщина думает о чувстве одиночества и молится Богу, чтобы оно прошло, тогда она Бога зацикливает на себе. Она не выполняет волю Бога, а она заставляет Бога выполнять свою волю. Другими словами, это Бог дает подарки, а мы служим, а не наоборот. Например, я прихожу к экзаменатору и говорю, поставьте мне, пожалуйста, четыре. Он говорит, ты сначала выполни свой долг, сдай экзамен, а потом я сам буду решать, что тебе ставить. Точно так же, пожалуйста, дайте мне мужа. Ты сначала начни жить, как положено женщине, которая должна получать подарки от меня, а потом я решу, давать тебе мужа или нет, сам. Спасибо. Сзади вот мужчина самый последний сидит, да. Да, не оглядывайтесь. Сзади вас нет мужчин уже. Здравствуйте. Такой вопрос. Когда общаешься с людьми, хочется такое дикое желание наставлять, не наставлять, а что-то, как-то делиться знаниями. Наставлять, наставлять. У меня то же самое, кстати. Постоянно всех наставляю. А потом, после общения с другими людьми, кажется, что ты говорил лишнего. Вот у меня каждую лекцию, каждая лекция так происходит. Как себя контролировать? Надо просто выполнять свой долг. Ошибки неизбежны. Вы хотите наслаждаться жизнью или служить? Я хочу стремиться к служению. Ну тогда вы просто нацельтесь на то, чтобы ваше желание наставлять было на пользу людям. Надо не концентрироваться на себе, правильно? Надо просто делать так, чтобы люди были счастливы. Вот как у вас природа работает, так и действует. Ваша природа работает так, что делать умный вид, и всем говорить умные вещи. Ну, пожалуйста, делайте это для счастья других. Понятно. А еще... Я в 4 года уже, когда на остановке автобуса не было, мать меня поставила на телегу, и начал всем рассказывать стихотворения, которые знал. Все меня окружили, начали слушать. Первая лекция. Я со своей женщиной живу раздельно. Дома я не готовлю... Со своей женщиной? Что это за новое понятие такое? Ну, мы не женаты, но я считаю своей женой. Я не знаю, как сказать. Ну, значит, со своей женой. Вообще, мы со своей женой живем раздельно, и у нас насчет вегетарианства... Я ее не агитирую, ничего. А чего вы раздельно-то живете? Ну, потому что я не взял за нее ответственность. А чего вы не взяли за нее ответственность? Я даже не знаю причины. Надо взять за нее ответственность. Я стремлюсь, когда... Чего, как стремлюсь, взял, да и все. Мама как-то не идет на те предложения, которые я ей предлагаю. А какие идет предложения? От нее какие предложения будут? Да. Что я должен в жизни занять такое место, чтобы она была уверена во мне и могла спокойно родить ребенка. Замечательно. Вы должны это сделать. А вопрос состоял в том, как... Какая разница, какой был вопрос? Главное, это то, что вам надо знать. Вопросы не имеют значения. Ну, я... как бы поставил себе цель в 16-м году сделать это. То, что вы сказали. Хорошо, на следующий год отчитаетесь. Хорошо, я приеду. Где ваша девушка? Жена где? Дома. Она не пошла на лекцию? Нет, она не ходит. Скажите, что пришла на следующий год на лекцию, доложила мне. Стали серьезным человеком или нет? Хорошо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok